так всем приветствия сейчас про то как сделать право да право накат раду топ спин сильным расскажу основные моменты которые необходимо рассмотреть выделить и тренировать чтобы быть непобедимым и недоступным итак что для этого необходимо сделать во-первых это на ноги должны стоять довольно широко они должны быть узко то есть уже чем наши плечи они должны быть сверх широко то есть вот такая позиция она нам неудобна как еще выбрать оптимальную позицию для этого существует интересное правило для этого берем ставим так вот локти и где у нас заканчивается локоть там у нас должна быть и нога только получаем оптимальную для нашего телосложения постоянное которое позволяет нам в то время быть низко то есть имейте центр тяжести довольно низко чтобы активно играть и перемещаться в то время мы не теряем маневренности может быть при более широкой постановке ног и так со стойкой мы потерялись ноги должны быть на форме чуть больше чем плечи и так что же дальше дальше это у нас работа уже кинематический звенья для того чтобы наш удар у нас существует при ударе три таких самых крупных звена первое это ноги можно сказать ноги потом корпус спина и последний уже плечи и так если рассмотреть примерно силу влияния на удар особенно с правой стороны как ключевой удар на столе в теннисе то ноги они дают порядка 30 процентов силы спина корпус дает еще 30 процентов и уже оставшиеся проценты дают у нас корпус уже верхняя часть корпуса плечи рука кисти предплечье то есть уже остатки основа сильного удара это земли ноги ноги и корпус поэтому прежде всего чтобы поставить себе сильный удар необходимо заняться ногами и так мы с расстановки шириной ног уже выяснили сейчас давайте выясним уже непосредственно как мы должны стоять и и принимать мяч поговорим о основных углах первое встаем под 45 градусов такая самая тема тема угол если не почерпите перед нами стола вот так то у нас 45 градусов встанет к столу ноги мы ставим параллельно то есть мы носки не расставляем извне и не сходим они стоят нам параллельно что дает нам довольно такую жесткость в нашем каркасе удары что-то дальше дальше это у нас корпус корпус находится под параллельно положим наших ног то есть он не повернут не развернут то есть он находится в какой-то оптимальной позиции расслаблен и так дальше давайте расположим руку первая рука располагается подгон 120 градусов к нашему корпусу то есть приплечье и корпус составляет 120 градусов рука как вы видите она у нас не отопырена не вытянута она у нас свисает просто вниз и находится в расслабленном положении это избавляет спортсмена от того чтобы руку напрягать и руку держать напряжение накапливать в спорте очень важный момент как напряжение и расслабление если мы постоянно то мы теряем кучу силу и мы в итоге чисто даже физически начинаем прыгать к нашему сопернику если мы расслаблены у нас хватает тонуса чтобы взять напрячься и сделать сильный удар может удар сильное включение вращение поэтому очень важные моменты мы расслаблены но перед ударом мы концентрируемся и делаем удар потом опять расслабляемся забрасываем энергию забрасываем напряжение которое мы создали и так дальше пробуем момент связанный с кистью и предплечьем здесь у нас прямая линия здесь не должно быть атаков то есть мы не здесь не держим там как мы держим ракетку поэтому рука у нас и кисть находится на одной линии то есть если предположить так более образно то это наш одна линия ракетка является продолжением нашей руки то есть мы являем и мы можем сказать играем часть у себя вот если так он интересен и так что дальше про локоть и сказал что он находится близко к корпусу либо прижатки то есть просто висать здесь 20 градусов в локте 90 градусов далее как мы мяч принимаем то есть это такой следующий момент уже как мы проводим удар и так когда мы принимаем удар то без тела у нас переносится на правую ногу мы его переносим в правую ногу и тем самым создаем энергию который потом уже мы направим на удар покажу первый элемент я наклоняюсь на правую ногу то есть я сейчас давлю можно сказать вниз на правую ногу мой весь тел сейчас давит на правую ногу здесь мы сконцентрировали энергию перенесли на левую из больших ударов первая фаза и вторая фаза и опять есть из тела из тела на правую ногу и дальше из тела переносится на левую ногу тем самым создаётся из физики называется кинематическая энергия которая вот то есть из тела с правой ноги на левую ногу здесь мы сконцентрировали энергию перенесли на левую из больших ударов первая фаза и опять возвращаемся в исходную позицию далее это работа корпуса работа спины и так что же вот этот метод мы делаем когда мы переносим в первой фазе везде на правую ногу здесь корпус немножко отводим назад то есть получается что у нас весь тело кто находится в груди у нас он смотрит как раз на колено вот убирается это довольно тимая позиция сейчас мы его голос развернут то есть мои мышцы спины в груди они напряжены то есть здесь тоже заряд который будет создавать вращительный момент первая фаза вторая то есть корпус он поворачивает раз-два раз-два и так что делать момента третий элемент наше спи это уже плечи и рука здесь она больше корректирует и создает траекторию мяча если первые две два звена соответственно силу напор мощи и в меньшей степени корректирует траекторию то рука и плечи такую завершенность гладкость траектору нужно сказать корректирует ее уже в сторону направить то есть каким вращением вот этот момент и так перенес вес тела на правую ногу корпус зарядил повернул далее переношу и рукой немножко корректирует то есть такой маленький штрих который сделает ваш удар на бульки четким именно хлест и так если говорить про руку какие вообще ошибки часто бывают часто бывает что спортсмен играют вот таким образом одной рукой ударом какого нету то есть просто откидывают мяч и вот подход траектории тивились к продолжению первое играют вот так пионер то есть отдают честь и наша задача не уводить трубку туда мы ведем руку с первой цель позиции вот первый ведем вот сюда подбородку то есть и немножко вперед мы тоже создаем удар элемент момент вот на этом наш урок закончен мы рассмотрели основные моменты как сделать и сделать общего резюме то это три звена просыпают силу силу это ноги спина корпус и плечи руки для того чтобы хлестка жестко бить необходимо использовать 3 этих звена ноги соблюет мощь и корпус создает дополнительное ускорение вращения рука уже и плечи корректируют траектору мяча поэтому используйте грамотно все три элемента работайте грамотно слаженно и ваш ударник сможет взять с вами был Ван Жданов до новых встреч